Игнатий Тихонович, я хотел вам задать такой вопрос. Вот мне интересно, как вы видите идеального священника? Вот какой он должен быть, чтобы он удовлетворял всем критериям, какие должны быть? Можете рассказать как-то, обширно как-то, чтобы представление было? Я многих священников смотрю в интернете. Бывают очень такие, они речистые, много говорят. А в сути не говорят, в самой сути. Почему у них такой бедлам в храме? Почему люди неверующие окружают их? Почему кому дают интервью, она сидит у ней до грудью, все до сети, говорит, раскрыто? Без платка и проще. То есть они нигде ни слова не говорят, лишь бы хорошо выглядеть. Это лесть называется. Лесть, ласкательство. Мне нельзя на эту тему не говорить, тут наоборот даже. Потому что мы с этого начинали образовывать свою общину. Когда приходили в Покровский храм, он один был тогда, в Барнауле, в годы советской власти. Отец Аким был, Геннадий Фаст, это доктор богословия теперь в Каннске. Вот он там, нет, ну да, там он служит. Вот, там в храмах Константина и Елены, кажется так. И мы хотели, чтобы не было торговли, не было шума. И написано, как читаем мы в Деяниях Апостолов, и из посторонних никто не смел пристать к ним. А тут все, проходной двор. Однажды был я в Киеве, там в Софии еще. Ну и около двери стоял. Я по неволе, не отвлекаясь, говорится, от молитвы. Я считаю, сколько людей. Я могу работать на два канала. 700 человек зашло, и 700 вышло. Во время службы. Как, годится? Любые. Я говорю, а почему вы трамвайный путь не сделали, чтобы он прямо около алтаря останавливался? С остановки заходят люди, пришел, свечку там поставил и прочее. Что нужно? В первую очередь нужно два условия выполнить. Быть рожденным свыше и быть благовестником, подводительством Духа Святого. О чем пил Павел Кремлином 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Вообще не его, не говоря о священниках. А священник – это руководитель. Руководитель – это человек, который ведет других, руководит. У начальствующего, как я высчитал однажды, утвердился в этом, должно быть шесть качеств. Шесть. В любом деле, хочешь ты переезжать, жениться, дом построить. Первое – воображение. Что для этого потребуется? Высчитать. Дальше – знание. Второе – знать ты должен от и до. И знать не меньше, чем на пятерку. Иначе будешь каяться. Женился на скорую руку, на долгую муку. А теперь вот священником был, там сейчас показывает, там молодой безусый ходит, рассказывает, как он все знает, как он отрекся. Андрей какой-то, так, кажется, его звать-то там, бритый, щегол какой-то. Ну, конечно, для патриархии это все неприятность. А он многое знает. Ну, знает-то, знает. А что ты сделал, чтобы этого не было? Просто ткнуть пальцами – не всегда это и удобно. Могут пальцы отрубить. Для этого нужно, конечно, знать языки Илья 3.18.20. Если видел, не облечил, он погибнет, его кровь Бог с тебя взыщет, с твоей головы. А если говорил, он погиб, он погибнет, его кровь на нем, а ты спас свою душу. До 20 стиха. Мы знаем, как апостол Павел, кто желает епископса, но тогда не разделяли епископ, присмитер это в одно входило. Это потом такое резкое разделение произошло. Вот у меня есть книга, я 40 лет на нее материал готовил, к истинному православию. Поэтому на него ссылку надо сделать, я знаю, к истинному православию. Игнатий Лапкин, больше ничего не надо. 40 лет по крупистам собирал. Чтобы сказать все, что о священстве говорит Златоуст, в общей сложности, мне около шести раз пришлось примолотить его. 12 томов. Один насчитанный в аудио стоит. Чтобы сказать, как делали святые, кого избирали, готовя симфонию на житие святых, ну, в общем, я слушал. Один раз она насчитана, в интернете стоит. Все. И плюс к тому я высчитал, какие новые канонизации были. С той словом 74. Это второй и третий том настольной книги священнослужителям московской патриархии выпустила при советской власти. Я тоже туда включил. Мне пришлось около десяти раз ее молотить. Подготавливать, проверять, смотреть. И вот эта симфония, которая вышла, хотя я ее по-прежнему не считаю полной, после каждого слова, которое, допустим, священник, там, епископ, две строки с точками показаны. Добавлять можно будет. Но никто не добавил. То ли слишком полно отвечено, или до сердца не дошло. Имея опыт, 58 лет теперь уже, знаю со священниками, родной брат протоиерея Аким Лаппи, уже сорокалетие в этом щи не справил. А еще шесть качеств лидера-то вы еще не договорили? Знание. Знание, третье умение. Как это сделать? Как это сделать? Знает? А теперь как это превратить в жизнь? Притворить? Как? Дальше. Решимость. Четвертое качество. Решимость. Как Серафим Саровский, когда сказали ему, почему у нас не получается, у тебя получилось, там, ты отошел как-то там. Он говорит, решимости не хватает. Пятое. Я знаю, многие вас противятся. Беспощадность. Это военные выработали. Лидер. Какие должны иметь качества, американские, во время войны. Почему убили, когда полковника, и вместо его вышел сержант какой-то, а не майор. И тогда они долго работали, и в конце войны вывели вот это правило. У нас есть люди в общине, которые имеют эти качества. Пять. Шестого не имеют, и даже признаков нет. А шестой признак полностью зависит от Бога. Ну, первое, допустим, воображение. Это намного знать, считать, воображать. Что это будет за этим? Надо продумать. А как это будет? Да, я нападу, ладно, так-то. Будет успех. Под Москву подопру. А как будет дальше? У него такая промышленность. Дальше даже Гитлер, Адольф Павлович, будет жаловаться там какому-то премьеру в Финляндии. Я никогда не знал, что у русских 120 тысяч танков. Там что-то такое. Говорят, может, обман? Не обман. То есть не знал. Воображения не было. Я попутно все это говорю, где в мировой практике это было последнее, шестое качество привлекательности. Его нет, этого человека. Он заболел, уехал куда-то, и какое бы событие там ни совершалось, там, что подопечный ему, он всегда незримо присутствует. Вот я сидел с одним человеком, когда был арестован. 112-я камера, город Барнаул, канатная 81, СИЗО. Следственный изолятор. И меня арестовали по санкции МГБ, Московской КГБ. Это важная птица для них считалась. Когда они считали, потом мне сказали, говорю, думали, несколько отделов трудятся где-то в подполье, а оказалось, один человек. И вот, когда меня в камеру завели, а там один человек, я зашел, там висят Олимпийка, даже лук растет в банке, в консервной. Из сумочек там, а кто же здесь такой? Меня искали, где нет табака. Берегли. Плохо, что мне ни одной передачки. Ко мне никого не допускают. Но меня берегли. Меня ни разу не ударили, ни в лагере, нигде. Сразу с центрального района Жамбула приехал человек, мне говорят, это был майор КГБ, и сказал, к этому человеку, чтобы пальцем не прикасались. Видите, как он... Я благодарю Бога. И все это указано было на этом. Вот, а у нас должно быть такое, такое, кстати, дело от Бога, прикасающееся к вам, касается зеницы ока моего. А как это привлекательность? Я не могу объяснить это, но это так. В каждую дыру не лезьте и соразмерять. А если бы кто на этом месте был, как было? А как бы ты тогда со стороны смотрел? И на пустяки, нигде не разменивать. Мне часто обрасывает фильм, вот посмотрите, где я частями порвал, я уже знаю. Не мое. Мне нет на это дела. Мне нужно то, что стребует с меня Господь 12.48 Евангелия от Иоанна. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Особый спрос будет, строгое взыскание будет с начальствующих. Премудрость Соломона об этом говорит. Строгое взыскание будет с начальствующих. Я могу даже... Можете найти, где? Минутку, я не знаю, не потеряете вы меня? Не потеряю. Где это написано? Премудрость... А, это другое уже. 17.1 Премудрость Соломона. Ладно. С начальствующих будет строгое взыскание. Не важно, какой он, мирской начальник или такой. Почему? Если я стою в толпе, и на мне не вот эта моя влюбленная в флаг российский, фуражка. А какая-то драни. Ну, только увидят, ну, тут как-то мне сходят. Еще, наоборот, упрекают. Дескать, власовцы носили. Господь дал это. Так вот, не важно, все остальное. Но меня заметят. У меня на голове не то. Но когда поднимают человека на высоту, меня до ботинок, до подошвы увидят, кто я. Поэтому начальствующие, которые подняты в мнении людей, его со всех сторон рассматривают до подошвы. Где он ходил, и какая пыль на ногах. Так вот, нужно человеку, который хочет быть начальником, ознакомиться, подробно разъяснить вот эти шесть качеств лидера. Священник – это лидер, какой бы он ни был. Хотя бы один человек был. Семьянин в семье – это лидер, мужчина. Женщина – это лидер для детей и для слуг. То есть, мы все должны это знать. Вот как я самая нелюбимая, у меня попутно все говорю, самая отвратительная личность за всю мировую историю Ульянов Владимир. Более глусной личности не знал. Сколько он погубил священство, монахов. Как эта сталинская реформа началась. Сейчас смотришь, когда там людей из дома выбрасывали. Младенцы замерзали на руках, а в дом не запускали, а потом в этапы пошли. Но у него есть слова, которые я принял. Наша радость от трудовых успехов. А что такое политика? Умение управлять государством. Я делаю от малого к великому, но можно от великого к малому. Умение управлять районом, городом, умение управлять кварталом, улицей, домом, квартирой, женой, собой, семьей и себе. От миром управлять до самого себя. Это политика. Слово политика. Это очень хорошо. Священники, которые в церкви на каких-то должностях, должны быть хорошие политики. Не в политические дела вмешиваться, а понимать, к чему призывать на молитве. К молитву призывать. Меня очень часто, еженевно спрашивают ваше отношение к Путину, патриарху. У меня указание от Бога молиться за царей и начальствующих. Если он называется по-другому, а царствует здесь не один год, он царь. И мы его помним, мы молимся за Жозефа, да это молились за Трампа, за Рамзана Кадырова, за Эрдогена Турецкого. Мы за всех молимся. Мы молимся за Лукашенко, за Зеленского. Почему? Повеление Божие. Не то, что он мне нравится, жить без него не могу. Я могу жить без всех их, но я не могу жить без Слова Божия. Я умру. Обращение мое было сознательно после того, как в руки дали мне Библию, Новый Завет, 27 сентября 1962 года. В 17.00 я впервые склонился на колени сознательно по Библии, а до этого я с детства верил, от утробы матери было избрано это. Знал, что Бог есть, боялся греха, знал, что страшный суд, а Евангелия не было. И вот теперь, когда я увидел, что за священники и что они делают, ну, по меркам, которые Господь дал, ну, я не знаю сколько, но думаю, 95% их надо убрать. Примерно так. Раньше положенного поставлено туда. И священники взяли на себя миссию, они решают все сами. Книга правил 70 лет не выпускалась, они ее не знают. Шестой Вселенский Собор, 84 правило. 4-й, 15-й. Крестят как попало, не крестят, то есть ладошкой мокрой за деньги. А для крещения надо, чтобы человек уверовал, отрекся от своего я, принял Христа как своего личного спасителя, к чему не баптисты призывают, а златоуст. Он умер за всех, но ты скажи, за меня умер. возлюбил весь мир, что дал сына своего и народа, бы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечером. Всякий это я, Игнатий, Вячеслав, Иаким. Вот это златоуст говорит об этом. И уверований нет, с улицы пришел по любой причине. Второе, должно быть троекратное, полное погружение в воде, сошел Филипп в воду. Какой священник сегодня сходит в воду? Я явил, заводят, по колено стоят. Даже уже перед ним море, озеро, и все равно по колено. То есть, ну и что, если он не так делает, крестит, 50-е подсоветское правило, он должен быть извержен. Извержен, это не запрещен, это извержен из сана. Это Милош говорит об этом, все это, Зонара, все одинаково понимают. Извержен из сана. А кто будет сегодня? Кто не мочил ладошкой, как у армян? Чашка, он ее руки в чашку, она даже никак, и ей лесу обтер, дальше там ножки ей пощупал, все, ты крещеная. Почему все старообрядцы, всех толков и течения, их больше 50 беспоповцев, две организации, религиозные, как сегодня их называют, Белокринецкая, Иерархия и Новозыпковская, полное погружение, те, которые священство имеют, и те, которые к ним не пристали, другие из подпольных. Все сектанты, до одного их, и 21 тысяча сегодня только, в Америке. Все крестят, полное погружение, правда, не вертикально, как она спину опрокидывает, положение в огроб, даже это не знают. Итак, священника может быть тот, кто достойен этого. А как? Я не беру требования патриарха Геннадия, Сметова, который не ставил в дьяконы, пока наизусть не выучит псалтырь. Я не знаю, наизусть всю псалтырь выучить, это много. Я не знаю, может, Дмитрий Ростовский перебрал, но я говорю, как написано в житиях святых. Дело в чем, он должен знать Библию, и должен ее знать, и спрашивать надо об этом при поступлении. И далее, как он сам был крещен, пока у него нет троекратного полного погружения, а если по-другому оно не считается, яко не бывшее, яко не бывшее, как Лука, архиепископ, Война и Ценецкий считал, как считают все на Афоне, которые приезжают отсюда, моченая, крапленая, крапленая и крапленая, как карточная игра. Они всех их загоняют в море, и все добровольно идут на это. Другого крещения не было. Христос крестился в Иордане, князь Владимир Крещатик там в Днепре. Такого сегодня, по-католически, что было, и из насоса уже капля попала, все, не раздеваются ничего, то есть, жулики, пройдохи в рясах, пираты захватили корабль, как я говорю, церковь должна полностью обновиться, начиная с патриарха и донизу. И что для этого нужно? Закрыть храмы большим амбарным замком и начать работать с людьми в ограде церковной. Меня вот задавали вопрос, который знает, вот вас бы избрали патриархом, поздновато, я говорю, но все равно бы согласился, но только, чтобы вы сами не шутили. Я патриарх, на сколько? Сколько проживете? Нет, на неделю хотя бы, но на неделю уже меня не будут терпеть, на третий день они убьют меня, церковная мафия. А что для этого нужно? Я сказал, закрыть храмы. Второе, прекратить строительство храмов, щасовин, монастырей, полностью, и рассчитаться с теми, где брали в долг кредиты. И начать учить, учить. И учителя должны быть, которые сами, рожденные свыше, которые Библию знают, и любят ее, и Христа знают, и любят его. А таких нет учителей у нас? Я говорю, есть. А где? Во всех Б, Маловузовская, город Москва, баптисты зарегистрированные, есть незарегистрированные. Я с ними уже договорился. Я патриарх. Я знал, что меня изберут, говорю, я договорился и сказал руководству, вы могли бы нам дать проповедников, которые будут, которые любят Слово Божие без всяких присказурек, которые любят Христа, но чтобы православное учение, там Божью Матерь, святых, там мощи, ничего не трогали. Пожалуйста. Я говорю, тысячу. Разговоров нет. Я говорю, это первый день, я пробный сделал бы. Они готовы, учителя ждут. Я договорился с ними. А на другой день, на другой день я сразу договорюсь, шесть тысяч. Шесть тысяч. И мне сказали, вопросов нет, дадим. А как, уже день показал. Все довольны этим. Понимаете, как? Ну, а потом я дальше говорю, сразу открываю училище, там, как, сначала, нет где-то, может быть, каких-то попросить, в домах, у кого-то, где-то, как-то, так и можно. Я сам хотел этим заняться, даже не будучи патриархом, когда этот Сергий, Романов Николай-то, ну, у него отношения-то были нормальные, с Кириллом-то их, этим, митрополитом-то, он все перепортил. Можно было прийти, сказать, я недостойно рукоположенный, будущее убийцы, по канонам я не должен быть. Я ухожу, снимите с меня сан официально, и я отхожу в сторону, разрешите мне заниматься с людьми, которые пришли через меня, там, заключенные, и я сразу поеду к Лапкину, 200 человек он разрешает приехать. 200, это 100 групп миссионерских. А на следующий, я говорю, в месяц, 400 человек, 200 групп пошлем. И патриарх, не патриарх, а Кирилл пошел бы, а этот еще не понимает Романов, он все перепортил. Так и здесь. Сразу же образуют миссионерские группы, мы должны пробудить всю Россию. Не бояться никого, кроме единого Бога. И вот теперь, я говорю, есть священники, которые знают многое, но в основу Библию не берут. Много-много говорят ненужного. И они не видят, какой-то рядом корреспондент. Они не могут попросить ее, чтобы она хотя бы грудь закрыла. А что перед людьми будешь. Вот к нам приехала, по-моему, прокурора в лагерь детский. Ну, ролик стоит. Мы ее не запустили. Почему? У нас правила. А что нужно сделать? А нужно сделать следующее, чтобы ты была не в мужской форме. Юбка, чтобы была. Мы вытащили юбку, она надела. И такие отзывы почти, какая она красивая, так как она переменилась. По-моему, прокуроры первый раз говорят, вопросов нет, я переоденусь. Вот как. То есть они нигде власть свою не показывают над людьми. И теперь торговля должна быть убрана намерто навсегда. Где торговля, Христос туда еще не заходил. Иначе он выбросил эту всю мишуру. Это одно. Второе, сразу же посторонним приглашено изъедеть и выходить. А они бьются за количеством, за свечи. Вот у нас с тарелкой по храму не ходят. Два храма у нас КРПЦЗ еще относимся фиктивно, как говорят. А по-настоящему ни с места не взбинулись. Второе, если по порядку свечи не продавать. Торговля всякая запрещена. Возг брать на пасеки, льют свечи, сестры ставят, которые у нас там служки помогают где-то не переступать ногами. Полная по форме одетая, как у нас, посмотрите, как Божья Матерь одета, как мусульманки одеты. Ну, мы не с них берем-берем, а старинные русские обычаи. Два платка, платья до пола, как там на ней, ну, все как положено. Что там, сарафан надеть можно, вот такие. У нас правила для мужчин, для женщин абсолютно. И с молодыми людьми начинать работать не раньше 25 лет. Чтобы рукоположение в диакона было не раньше 25, в священнике не раньше 30. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правило. Признать себя виновными в нарушении правил и перенести пяти имью. А пяти имя, ну, правило какое? Шестой Вселенский Собор, второе правило говорит, сие изрекли трубы Духа Святого. Я посчитал, сколько на Соборах было, это в среднем примерно полторы тысячи епископов на всех Соборах. А тут какой-то маленький человечек выходит и начинает командовать, да нам не надо, да слово экономия придумали безобразники. Слово окормления нет нигде, имеет смысл перекормить и отравить. А есть причастие святых христовых таинств. Я вот слово исключил и не говорю одно слово, никогда проблема. Как? Нерешенный вопрос. И сколько людей уже подражают этому. Слово проблем вообще ничего не знает. Нерешенный, значит, его надо решать. Прямо. Теперь, крещеное неправильно, оглашение не было. А оглашение было от трех до пяти лет. Вот я в университете только довел занятия, у нас до пяти лет выходило. От трех до пяти лет мы вошли, это общая программа было обучение пятьсот часов. Пятьсот часов, вначале было четыреста пятьдесят. Это полностью проходили по святым отцам Вселенской Церкви полностью Новый Завет из ветхого Песня Песней и противостектантские материалы. И как работать с каждым слоем населения. Там на 24, кажется, категории разделяются мы работали с этим. Вот что мы проходили. Два раза в неделю каждое занятие по два часа. Иногда без перерыва. У меня не просто опыт, а самый большой опыт, какой возможен. Навременно вел занятия в 13 школах, пяти университетах, пяти отделах милиции, краевом УВД и городском УВД много лет. Милиция. Во всех воинских частях края, заводах и фабриках, предприятиях, в техникумах. И три радиопрограммы еженедельно, одна онлайн, часовая. Поэтому говорить слово опыт, даже это нет, это не опыт, я живу этим. И поэтому сказать, а вы верите, кто-то сделает? Главное, что мы показали, что можно это сделать. А будет или не будет от Бога зависеть. Значит, можно, раз мы сделали. У меня в жизни не было таких препятствий, которые вот я бы не стал делать и все. Нет, я сначала тщательно разведаю. Делал ли кто это? Вот нашу миссионерскую поездку от Барнаула до Владивостока, до Португалии, Скандинавии, Прибалтика, Север Тунцы никто не совершал и не совершить, потому что мы ехали с дарами. И это обошлось нам в 35 миллионов рублей. Полный мой комплект книг 38 тому подарили в 650 библиотек. Это нельзя сделать. Где мы ночевали, как были, без денег, и Бог нам подавал, прям подавал немедленно. Так и здесь. Вот если бы сейчас послушали люди, имеющие власть какую-то, там, митрополиты, и сказали бы, мы не хотим иметь проходной двор. Церковь должна быть такая, чтобы настоящие лидеры были, вели. Ну и меня бы вызвали, поехали бы. Ну, я бы узнал, надо ли ехать, может, дистанционное управление. Я вот рассказываю, что это то, что я сам пережил, как мы думали, хотели и поняли, ничего не сделать. Храмы надо закрывать и начинать вести занятия отдельно. А тут как раз отстали открываться приходы Русской Православной Церкви за границей, ну и мы подали заявление и туда перешли сразу. И у нас сразу все получилось. Когда нас регистрировали в Краевом отделе юстиции, буквально в бешеный темп набрали православные настоятели, другие, любыми путями, чтобы нас не регистрировали. А те, говорят, у нас основания нет, у них все документы. Я веду занятия в университете. Как сегодня пишут, тысячи людей Албачков Московского Патриархата пишет об этом в церковном журнале Покров в Барнаульской семинарии об этом. Тысячи. Я их не считал, но людей пришло очень много. И когда узнали, и они препятствуют, написали бумагу, принесли ректору Алтайского государственного технического университета, кажется, 28 тысяч студентов из примерно из 25 стран здесь абитуриенты. У меня выгнат 410-й аудитории корпуса В. А у меня близкие отношения с ректором Евстигнеем Владимиром Васильевичем. И этот проректор по учебной части Семкин Семкин вот как Борис Васильевич. И вот пришел ректор и говорит, с бумагой пришнет, неприятная новость. Кажется, он пришел, а его нет, не было, это проректор пришел. Зачем они так? Изгнал, чтобы меня изгнали из университета. Им надо, говорит, аудитория свободная есть, там много корпусов. Пожалуйста. И когда они узнали, что отдали, то, видимо, а тут как раз статья хорошая в газете в Алтайской появилась про меня. И они хотели бы забрать обратно, а ничего нет. А тут домой вернулся ректор АГТО, Алтайский государственный технический университет. Ну, я пришел, Мария Васильевна, у меня секретарь, я говорю, вот такая бумага была? Она говорит, была, но я ему на стол положила сразу. Она пошла, когда его не было, нет нигде. А он, говорит, вчера был, он порвал и выбросил ее. Ее нигде нет, даже в урне нету. И поэтому они со мной нигде ничего не могли сделать. Они воевали. А мне-то награда за это. Когда имя ваше будут как неугодное гнать, считай. Пятая глава Матфея, когда будут гнать злословить. Надо с радостью переносить это. Слушаю. Да. А вот еще вот вы говорили шесть качеств лидера и шесть, пятая беспощадность. Ну, вот у многих такой вопрос может возникнуть. А Христос имел такое качество? Он же был лидер? Или апостолы, или пророки? Апостолы и пророки все этим качеством пользовались. Вот смотрим. Марк, ну, я беру самых великих апостолов, более великого, чем Павел, не было. И он ходил с Варнавой, они друзья, земели, как говорят, с одного города, и с ними Марк. Но Марк отстал. Причина не указана. К мамке захотел или устал, или испугался. Но когда увидел, какая честь апостолам, следующее путешествие миссионерское, а он тоже я. Павел говорит, довольна. Ты уже был. Носилки бросил, я один должен потрачить, не пойдешь. Как не пойду? Ну, я сказал, не пойдешь, отойди в сторону. Но Варнава взял, и он его племянник, опал и избрал силу. И теперь церковь видит в этом промысел Божий. Два таких светильника в одном месте многовато, их разделил Господь. Беспощадность. Если он раз пообманул, другой раз на него надеялся, я его просто больше со мной не разговариваю даже. Иди занимайся другими делами. Он обманул. Я ему сказал, ты вот это письмо отнеси патриарху и передай лично. И чтобы зафиксировали его. Ну, я забыл. Год проходит, я забыл. А за это время два храма закрыли. К примеру, просто к примеру. Поэтому я беспощадно такого вычленяю и сразу больше дел не имею с ним никаких. Вот в чем дело. Для дела Божия. И так делал Христос. Больше с Иудой дел никаких не было. Он отстал. Отошли все. Он никого не держит, Христос. Не хотите ли вы отойти? А куда идти у тебя глаголы вечной жизни? Так поступали апостолы, так поступали святые отцы. Он изменник. Он изменил делу. Больше он никогда со мной не будет. А зачем он нужен? Он клеветами занимался, безобразиями. Взять его на поприще свой никак. У нас тут был священник один. Ну, могу назвать. Суртаев Владимир. И какие-то там дела у них. Это, в Кытманово был он. Дом купили. Он как-то на жену, что ли, перевел машину и, ну, растратил все. И на него подали, и тогда был еще, кажется, Антоний Масендищ, ну, они там насели на него. его посадили, а я-то в тюрьме работаю, помогаю сотрудникам-то. И я ему там кое-какие передачки носил. А он до этого говорил, Клапкину не ходите, они Божью Матерь не признают. А когда теперь я помог ему, мы сократили срок, он вышел и стал к нам ходить, я говорю, отец Владимир, ну, вы знали, что у нас Божья Матерь посчитаема? Знал. А зачем говорил? А чтоб к вам не ходили. Другое, у вас икон нету, ну, ты же видишь, у нас места нет больше, все в иконах. Говорил, говорил, зачем, чтоб к вам не ходили. И я, он как бы понял это, а он после этого организовал ковальню какую-то, ковать решетки разные, и назвал ее Красный Дракон. И такого человека, он хороший сам по себе, но уже я его в дело не возьму. У меня были такие, которые, когда делали дело и отстали. А зачем? У нас миссионерское путешествие, а он отстал. Были такие, ехали. Ну, просто ни за что засыпилось. Мне деньги-то дают, я отчет должен дать. А заряжается-то в колонке другой. Я говорю, ну-ка, посмотри, сколько давал вы как остротили. 200 тысяч уже ушло на бензин, 200 тысяч. Ну-ка, давайте. Я посчитал, там не хватает, почти 50 тысяч. А шофер как? Заиграл. Да я что, их взял в себе? Ты на работе отсчитываешься? Отсчитайся здесь. Квитки где? Они уже у тебя. Их нету. Которые дал? Посмотри, в карманах нету. А я брошу и домой поеду. Вот и здорово. Мы под Хабаровском, он бросит машину, а я не шофер. Это что? А другой, который сидел рядом, я не знаю, еще его заделал. Он говорит, я тоже уеду. Ловко это у вас получается, ребята. Я говорю, пусть по-вашему будет. Не надо эти 50 тысяч. Аня, вот видишь, как мы на Игнате, это он смирился перед нами. Я говорю, у меня цель есть, а у вас ее нету. Я знаю, ради чего смиряюсь, а вам награды за это не будет. И один полностью отошел, а другой уехал неизвестно где. Вот как. Поэтому беспощадность должна быть в вопросах дела Божьего. Если мне подножку подставил он здесь, я с ним рядом не буду ходить, он второй раз подставит. Если я ему дал полномочия пойти туда-то, там-то раздавать, Евангелие достали, и он их отдал кочегару, чтобы сожгли, больше он в мой дом зайти не может. Беспощадность. Вот в каком смысле. Так было. А вот случай с Сапфирой и Ананией тоже можно к этому приписать? Ананией и Сапфира. Я не знаю, как они сотрудниками-то не были, но так случилось. Я речь веду о сотрудничестве для священника. Если он обманул и не пошел, хотя уже все, ясно, договоренность была, не пойдет дело это. Вот сейчас, которая послания патриарху, она зашла, я говорю, отдай митрополиту, а потом на почту. А секретарь ей там что-то сказала и говорит, не надо пока, пока не надо, другой епископ. Я говорю, другой не надо, волчар это остается на месте. Речь идет против него, два храма уже закрыли, и ты шесть лет стоишь на улице валенками, везде, проберзаешь через снег до самого, до самого грунта. Почему сразу нельзя? Вчера мне уже все, все сделали, послали. Я говорю, дело с вами иметь не буду. Я время драгоценное на вас трачу, у меня его нету совсем. При большей крепости 80 лет, я уже за крепость зашагнула, какая крепость во мне? Мне некогда заниматься антимониями этими. Вот какое дело, и поэтому те, которые готовятся встать, их надо проверять на возраст, не запрещать, не запрещать, а повелеть, чтобы все были с бородами, а не так, чтобы пока он не диакон, ему бороды заставляют брить. Это безумие полное. Безумие, по-другому слову, нельзя сказать. Это надо все изменить в семинариях особенно. И исповедь, если уж не общая, то отдельной комнате. Отдельная, чтобы было, ну, не так, как близко, чтобы подходили, как у католиков, там, он сидит в исповедальне, она продается. Но мы не можем это взять. Вот у нас отдельная комната, заходишь, другие двери выходят, эти двери батюшка открывает, и опять каяться и все. Подлинное покаяние, как у нас идут занятия, миссионерские поездки, работа. Мы вокруг все охватили, 30 тысяч евангелий только раздали в окрестности. Нам есть, что показать. Вера без дел мертва. Покажи веру без дел, я покажу из дел. Якова 2,18. Вот поэтому требования к тому, кто хочет быть священником, самые большие, чтобы он работал. Вот как у нас. У нас все по форме одеты, отдельно мужчины, отдельно женщины. Ни один ребенок не плачет. Даже Максим Степаненко, ну, он, как там, считался руководителем миссионерского дела в Томской епархии, я, говорит, удивился. Он приехал, крещение принимал полное. Я, говорит, удивился. Ребенок один, говорит, пискнул, говорит, и замолк. Как они могли так сделать? А обстановка такая. Дети малые. И во время, когда там бывает, считают что-то, в это время их в отдельное помещение выводят и с ними занимаются. И у нас здесь точно так же. Детьми идут занятия. Смотри, тут меня освещает сильно. Я маленько прикрою. Так, ничего? Лицо видать? Ничего, и так нормально. А то светило солнце сильно. Вот как надо поступать. И чтобы видеть настоящего священника, сегодня приходится ездить тысячи километров. Я приезжаю, я сразу нахожу недостаток. Вот у нас приехал один священник служить. Ну, такой же, желающий. Но своей общины такой нету, нет, прохладной двор у него. И он говорит, а что сегодня службы не будет, батюшка? Я говорю, а почему? А как раз перед крещением народу много было, полный храм. Он говорит, а ты открой дверь, посмотрел, полный храм. Ни шепота, ни шарканье, полная мертвая тишина. Он говорит, я проповедь, да кого? У меня руки сразу затряслись, говорит. Я такого никогда не видал. Как это все? Все знают, у нас наблюдатели вызваны. Одно дело, власть законодательная и должна быть исполнительная. Не просто сказали в общественных местах не распивать, а чтобы штрафовать за это. А то в частном порядке люди ходят и добиваются. Лев какой-то прыгнул. Вот что нужно сегодня молодым людям. Я говорил, что я готов был многим пожертвовать, но одновременно дать, ну, в общей сложности не меньше трехсот миссионерских групп по два человека образовать в течение одного лета. Ну, знаешь, я писал в патриархию, писал во все органы с одним человеком поработать в тюрьме, чтобы по-другому было. Не надо было выпиливать дверь, и меня не допустили. Я говорил, чтобы меня арестовали, посадили, и дальше я буду там работать, с этим человеком. Не получилось. У меня не получается все. Тогда, когда русские там были, в Сирии-то, ИГИЛ там бомбили, я послал запрос Министерство иностранных дел, чтобы помогли мне перейти турецкие границы к ИГИЛу, и чтобы я там был среди них, в самом опасном месте. Да они не разрешают о Боге говорить, а мне и не надо говорить. А что вы будете делать, вам не надо знать, у меня своя программа. Мне жаль всех людей, и тех, которые бомбы кидают, и тех, которые эти бомбы ловят. Но меня поблагодарили, мне пришла благодарность за понимание политики государства и другое. Везде благодарят за то, что я зову, но нигде ничего не дают. Да. Ну, это, это превышает их разумение, потому что... Ну, вот первое, вы то, что сказали, что надо порядок в храме навести. А святые отцы об этом что-то говорили? Очень много, особенно Василий Великий. Интересно, самый шумный праздник у православных это крещение. С водоводой давятся, лезут, и Арианин, император Валент, пришел и посмотрел, когда, и говорит, я у себя такого порядка никогда не видал. Вот и все. И к нам, которые наши люди приходят в московскую патриархию, в храм, и спрашивают, а вы из какого монастыря? Из какого монастыря? Вот и все. Ну вот мы с Александром Борцовым тоже в монастыре были на вечерней службе, и я только 10 нарушений насчитал в монастыре, в монахе, то есть они не крестятся правильно, ни один нормально не перекрестился, ни один нормально не поклонился, порядок нарушен, женщины в одном месте, это в другом, все то же самое в монастыре. А у нас уже выдержка, мы стоим, там 4 человека нас было, 4, все строго, почти одновременно поклон, одновременно стоим ровно, руки у нас, внизу ни одного человека, рук нету, руки все впереди. Ну вот, вопрос такой, ну, а почему это важно? Почему вот это важно? Потому что все это показывает внутренний твой настрой, тишину и порядок. Если порядка нету, нарушений тысячи, а если порядок есть, ни одного нарушения нету, никто не бродит, не покупает, не разговаривает, не шепчется. Вот почему. И когда все одеты, его подготавливают, он заранее готовится, настраивается, два платка, платья до полу. То есть, все заранее, человека настраивать, я в храм иду. Я иду в храм Божий. И поэтому вы видели, вот у нас, который порядок, у нас между иконами надписи священного писания везде, везде. И в притворе, и в храм наружи, и входишь в притвор храма, везде надписи под иконами. Ну и заходишь в коридор, когда надписи, все как положено. Мы над этим много трудились. И поэтому, к нам приезжали священники, архимандриты, кто крестение принимали полное, и возвращались на свое место. Они фотографировали наш порядок, церковная дисциплина, там 16 правил-то. И ни разу, нигде никто не выполнил. А почему? Окружающие священники заявили сразу, уберите это. Это вы одни только святые из себя строите. Убрать! И все, они говорят, ничего нельзя. Вот это и оно, переломить вот эту шайку, лейку. Они против истины. А написано, кто крестит не в три погружения, апостольское 50-е правило, да будет извержен. Вот извергнитесь, хотя бы немного, хотя бы священников 500. И все. Остальные, говорят, их хвосты подожмут. По-другому нельзя никак. Пока порядка нету, ни на дороге, нигде ничего не будет. Сегодня видишь, как водят. Почему так много у нас аварий? Заснул за рулем. А почему в Германии так мало? А потому что у них строгие правила и изобретен прибор, который показывает, когда он отдыхал, машина не работала. Через каждые три часа он должен минут 40 отдохнуть. А еще лучше, если этот 40 будет разбитый на две части, на эти часы. И я подтверждаю только так. Самое действенное лекарство сон. Он говорит, ну я не хочу жениться, ну то другое, там это. Пожалуйста. Но если только, лучше жениться, чем разжигаться. Ты не забывай про это. Не женатый заботится о Господнем. Не что я, Андрей Кураев говорит, ну наш, он говорит, целое тысячелетие боролись с анонизмом. Мы уже просто было, но без обеда, если бы обещания-то не было. Женись, да и живи. Легкое и дешевое правило. Ну монахи, которые женятся, они подкаблучники стопроцентные, изверженные. Кто принял монашество, категорически запрещается снимать саны и жениться. Священник это может сделать, не монах. Но сам сразу снимается. Вот, как что нужно сделать буквально в один день. сегодня же сразу предупредить. Старое, допустим, можно как-то там порешить, найти, дать объявление. Вот, у нас тут было крещение. Пришли на пляж, батюшки, видно, посудили. Кому надо креститься, подходите бесплатно. А люди хлынули. Он зашел по колено там. там-то в воде-то, в этой-то купаются. Но можно же там-то погрузить. И тоже не погружают. А на завтра-то пошли. Кто принял вчера крещение, тут крещение, приходите, еще надо миропомазание сделать. А люди разошлись. Бесплатно, поп-то мировой. Везде обман. Сущий обман. И корысть, и трусость. Трусость и корысть. Да. Ну вот мы же приходим перед начальниками, на собрания какие-то, на работах. Все одеваются по форме. Никто не стоит там, не кривляется. То есть порядок. Там это важно. А в храме вдруг, это вдруг начали считать, что это не важно. Притом там ты перед человеком стоишь, а тут ты перед Богом. Начальником всех начальников. Вот посмотри, заседание идет у Рамзана Ахматовича Кадыла. Там женщины, бывают женщины, ни одной нету без платка. Она не просто в платке, как тут вот так вот бросят, а узелок вот здесь один подвяжет. Он полголовые свету. Ну ничего нет, обман. Там она полностью закрыта, ни слова не скажет. У него власть. Сидит там милиционер, носом клюет. Встать! Тебя что, призвали спать? Он сразу может разжаловать, иди работай. Мне работники нужны. Понимаете, а здесь только одно, лишь бы деньги платили в епархию. Епархия там отстегивает еще на патриархию. Мало им еще. Все никак не нахватаются. Меня один священник спрашивает, а вы встречали хоть в одного архиерея, который посещает, когда ваш приход, и не требует денег в конвертах каждому? Я говорю, знаю. Что? В настоящее время? Я говорю, да. Не может быть. То есть, везде это есть. Я говорю, может быть. А такого, я знаю, архиерея, у него даже носков нету. И ни разу не требовал. А где это такое? Я говорю, в Ишиме, Тюменской области. Курочкин, отец, митрополита, епископ Евтихий. Он был домодедовским у патриарха, домодедовским. Вот, у него ничего нету. Он абсолютный, полноценный, бессеребрянник. Денег нету даже перекрыть. Он, главное, присыпляет лист, с колокольни слазит, сам епископ, на веревку присыпляет, там, лист железа-то, поднимается туда один, и теперь поднимает наверх. Это вообще. Он как-то приехал, когда к нам первый раз, там, мои труды-то попадали ему. Он говорит, так-то ладно, ну как я с Игнатием буду ладить? Там же война будет. И со мной под до обеда ходил, он все удивлялся-то. Это не вы, наверное, писали. Так, в посланиях он строг, а в личном присутствии, он говорит, немощен, как про Павла сказали. А мы овечек, я пас, и мы на соломе до обеда валяли, все вопросы разрешали. И он с нами ночует, пьет и ест. Вот это епископ. Он с народом. Он открытый. И он меня рукоположил в штеца. Как я ему благодарен. Тысячи, много тысяч проповедей пришлось говорить в храме, присутствие митрополита, епископов, священников во время литургии, когда просто богослужение. А пока не было у меня рукоположения, я ни разу в храме ни одного слова не сказал. А мы в трапезной собирались, столы опрокидывали, и тогда кратка моления, и я дальше начинал говорить Слово Божие. Потому что у меня все время внутри огонь пылает, в костях моих. Да, да. Так, сегодня мне проповедь, говорит, и завтра. Заказ есть на какую проповедь? На какую тему? Подумай, напиши. Хорошо. Хорошо. На две проповеди. Я сегодня буду говорить и завтра. Потому что у меня выбор очень большой, но мне надо, чтобы повторов не было. И самые такие злободневные темы. Угу. Угу. Хорошо. Хорошо. Ну вот так, так что внешнее это признак того, что внутреннее. Поэтому, если верующие носят, у нас написано не носить галстуки. Верхняя пуговица должна быть всегда застегнута. А не так, флаг, это сказать, снял галстук, обязательно расстегнуться. Заметьте, это масонский признак. У масонов правил, у них все описано это. Если костюм, одна пуговица должна быть только верхняя застегнута, остальные нет. И посмотрите, Путин там кто, все правила это поддерживают. То есть, они масоны. Угу. Ну, многие даже, многие даже, не масоны, но просто все так делают и они так делают. Ну, да, такое, такое же есть. Но правитель уже не скажет, что они масон. Иначе они его сразу сожрут. Угу. Они приняли вот это решение и делать, что им надо. Вот такое дело. Ну, мне кажется, что наши правители, ну, вообще, большинство стран, они искренне считают, что они делают добро. И делают добро. Ну, пускай считают. Я не знаю, как они считают. А на уровне их выше, вот те, они знают, что делают. А эти, у них Бог отнял разум в этом деле. В этом деле. Может быть и так. Они не видят, просто не видят этого. Судя по, как они ведут себя, похоже, как сейчас. Ради того, чтобы купить, продать, человек душу закладывает. Об этом 13 глава откровения говорится. Все вплотную подошло. Значит, работу уволят, иначе то другое. Это все приход Антихриста при дверях. Я вот слышу, как священники на эту тему говорят. Знают многое, сделать еще не могут. Да и не пытаются. Да ничего не сделать. Я говорю, ничего не делали. У меня один ответ. Начинает, и получится. Я никогда не думал, что будет община одна да другая. И если бы мы хотели, ну, людей-то, которые обращаются, всех до единого направляем в Московскую Патриархию, я бы мог уже откало тысячи приходов открыть, где мы были. Я этого не делаю никогда нигде. Условия ставлю такое. Мы ездим с ними, с патриаршами в одном месте, потом выступаем в одном месте, но всех приглашаем в храму Московской Патриархии или открыть храм в храму Московской Патриархии. Меня никто не обвинит, что я к себе тяну, и мне надо. Нет, чтобы человек ко Христу пришел. Вчера мне позвонила Нина Надеяна. Нина Надеяна, где-то она там на севере работает, прямо на самом севере России. И она рассказывала, говорит, я кому-то президенту звоню. Мне, говорит, кому-то президенту звоню. У нее там интернета нет вообще никакого, Но она слушает все наши занятия, как Ольга Матина ее знает, Ольга Матина. По телефону занятие идет, и она телефон к колонкам прикладывает, и та все занятия наши слушает по телефону. Где-то там на севере интернета никакого нет, и она живет этими занятиями, всеми общением, которые мы. и вот она мне вчера позвонила и рассказывает, что там у них на севере там людей-то нет особо. Тоже с работу говорят, с работу отстранять будем. И говорит, что делать? Ничего не делать, ничего не надо делать. Надо принять с радостью. Что Бог допускает, когда голос головы не пойдет. За каждую волосинку отвечать будем. Ни одна птица воробей не упадет на землю. Малая птица, а в оригинале стоит воробей. Вот так. Так что не надо ничего. А что делать? Нет, она знает, да. Да, да, да. Тринадцатая глава, тридцатая глава, седьмой стих. Ваша сила сидеть спокойно. Помощь Египта бесполезна. Да. Да. Я все ей так и сказал. Но меня так удивило, что такие люди, мы их даже не знаем, а они через кого-то, через телефон слушают занятия. Так расположены. Так расположены. Вчера только трое написали. Мы уже три года слушаем. Вы наш духовный отец. В другом месте пишут. Ой-ой-ой, на стихи там удивляются. Там это такое. Мы такое в стихах увидели. Кое-как смысл-то открылся. Да только Бог может дать такое. Я не знала люди, новые люди подходят и подходят. А священство, им это не надо, им надо задушить, чтобы не звучало проповедь нигде. Ну, будет так, как Богу угодно. Вот какое мое мнение, кто может быть священниками и не торопиться, а надо узнать. мы просим, мы просим, что священник был духовно рожден и был благовестником. Ревновал об этом деле, потому что благовестие это главный канал, через который люди приходят. Вера от слышания, от слышания от слова Божия. Кринум 10,17. Так что тут надо быть внимательным. Мы должны благовестовать. Марка Евангелия 16-го 15-й стих. Идите по всему Юру и пропадывайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Щетко и ясно. Видите? Видите? В чем еще дело? Еще дело. Люди так как-то оглупели, что ли? Или как-то встали? Или, ну, они не понимают. Вот то, что мы говорим, вот эти цитаты, которые мы говорим, римлянам в 6-23. Идите, пропадывайте Евангелие. Звонят. 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 С миром, говори, Нина. Все. Отправила. Ну, спаси Христос. Все. Мы молимся. Слава Богу. Очень переживала. Слава Богу. Борьба продолжается. Ну, все. Главное, что сделала, дальше от тебя не зависит. Мы только об этом деле молимся. А там, как они решат? Дело Божие. Первый вариант. Вот первый вариант изначальный. Все вот так и сделано. Да. Слава Христу. Благодарю. Благодарю. С Богом. С Богом. Слышал маленько? Да, слышал, слышал. Да, слышал, слышал. Вот все. Отправила патриарху. Я говорю, то, что секретарь сказала, пусть они делают свое, вы отдали, а теперь туда отправить. А это я сейчас проверил, выправил там запятые и к Николаю отсылаю. Николаю Иван. Ну вот, да, люди, они не понимают вот эти цитаты. Вот это, допустим, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Ведь, чтобы понять эту цитату, надо над ней подумать, надо над ней помолиться. А у людей отучили думать. Не понимают, я вот сколько какие цитаты провожу, и я вижу, что человек, он в этой цитате не видит этого смысла, который мы видим. Он не видит просто там этого и все. Ему надо, чтобы было конкретно, вот как Христос говорит, вот как мусульмане, где написано, что я Бог. То есть, если не написано, что я Бог, он ничего не видит, ничего больше другого не понимает. Напрямую. А если даже где-то будет написано, он все равно это не увидит. Так и здесь, у православных, как будто отнят, они не могут рассуждать над Словом Божиим. И не знаю, как объяснить просто им. И как будто, пока Дух Святой на человека не сойдет, он так и не поймет ничего. Вот. Я хотел вот это об этом сказать. Что надо как... Я даже не... Я вначале думал, что я сейчас буду всем говорить, и люди так же, как я, поймут. А потом смотрю, ничего не происходит. Они не понимают. Что-то зависать начинает. Так мне сразу скиньте проповеди, какие хотели, тематику, тема. Да. Я сейчас уже никуда буду, только готовиться. Хорошо. 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 Ну все, вопросов ко мне нет больше. Все. Все. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Слава Христу. С Богом. Если мои записи нужны будут, скажи.